На днях Владимир Гундяев, также известный как предстоятель Русской Православной Церкви Кирилл, высказался на тему абортов. Согласно его ценному мнению, нужно расширить инициативу регионов по запрету склонения женщин к абортам, чтобы это не значило. Это, по его словам, нанесет государству огромную пользу. По мгновению волшебной палочки, говорит предстоятель церкви, которая совсем недавно отчаянно боролась с книгой про Гарри Поттера, потому что там колдовство. Так вот, если научиться отговаривать женщин от абортов, то по мгновению волшебной палочки сразу пойдет в рост население. Возникнут рабочие руки в экономике. С одной стороны, РПЦ в целом и предстоятель ее в частности – это уже давно фигуры абсолютно комические. Как они что, ляпнут эти совершенно охреневшие от роскоши и безнаказанности ребята? Так обязательно в лужу пернут. РПЦ всецело поддержала войну. Ну, в принципе, на этом с ними разговор и окончен. Но беда заключается в том, что, несмотря на полную бессмысленность и нулевое влияние на общество, эти ребята имеют прямое и значительное влияние на принятие решений. В нашей искаженной политической среде РПЦ – мощный лоббист, который вполне может реально испортить жизнь реальным людям. А предельно размытые формулировки вроде «склонения к абортам» – это прямой путь испортить жизнь большому количеству людей. Имеет смысл поговорить о том, почему именно сейчас, и почему именно аборты, и какое место РПЦ занимает в российской системе. Только сначала дадим прямой ответ господину Гундяеву. Спрашивается, ты кто такой, говна-кусок, чтобы рассуждать о живых людях, как о племенных коровах на разведении? Это ж реальные семьи, реальные женщины, которые принимают решение рожать или не рожать реального человека, а не учетную единицу в ведомости. Им его вынашивать, им его воспитывать, им, с учетом всех российских реалий, выращивать его до взрослого состояния. А потом, если мальчик получится, еще до 30 лет прятать его от российского государства, которое обязательно захочет его грохнуть под очередным бахмутом или кандагаром. Это реальные женщины, работающие на кассе магнита за 20 тысяч рублей в месяц, придется где-то искать лишние 15 тысяч на сбор ребенка в первый класс. При этом попытки выбить с отца алименщика хотя бы 500 рублей на школу будут безрезультатны. Рожать или не рожать – это вопрос здоровья, возможностей и, в первую очередь, просто желания миллионов настоящих живых женщин, каждая из которых живет в своих реальных, а не выдуманных условиях. По этой войне, по историям семей погибших, мы точно знаем, никакие нефть с газом не могут спорить по объему запасов в России с несчастными семьями и никому не нужными детьми. С нищетой, наследуемой из поколения в поколение. С борьбой за выживание изо дня в день. Все эти разговоры насчет регулирования женской плодовитости. Физическое воплощение деградации спикеров. Конченного отрыва их от реальности. Абсолютно бессмысленные, никем не избранные, совершенно охреневшие от безделья и благополучия мрази. Депутаты, министры, уполномоченные, начальник РПЦ рассуждают о живых людях в духе знатных селекционеров. Решают, кому рожать, как рожать, в каком возрасте рожать. Что делать? Сначала рожать, а потом учиться или наоборот? Мы как-то оказались в точке, где по-хозяйски распоряжаться чужими матками это допустимое публичное поведение. Мичуринцы, гребаны, хочешь быть передовым, сей квадратно-гнездовым. Явно видно, что они относятся к тому, что называют населением, как к говорящему скоту. Что отказывают всем, кто не входит в ближний круг, вправе называться людьми с какими-то правами или хотя бы потребностями. И не то, чтобы это что-то новое, это довольно типичная манера режима, которая не зависит от избирателей, которому не нужно добиваться их голосов и одобрений. Элиты в таких режимах неизбежно начинают относиться к гражданам своей страны, как к обслуживающему персоналу. Но в последнее время система деградировала настолько, что теперь они не стесняются демонстрировать это отношение, публично относиться к людям, как к мусору. Путин не только с трудом сдерживает хихиканье, когда разговаривает с матерями погибших солдат. Он прямо говорит им, я вам сделал одолжение. Так бы быдло, которое вы наплодили, от водки бы скопытилось, а я его убил на войне. Зато вас на беседу с самим президентом позвали. Так что, так бы вы за микрокредитом пошли, чтобы его похоронить, а я вам 70 штук баксов с барского плеча подгоню. Для массажиста моей любовницы такая сумма — это один раз туда-обратно в Дубай приличным праве джетом слетать. Но ваш-то ни к чему, за всю жизнь бы и половину этого бабла бы не заработал. Так что жрите. Или типа детский омбудсмен Мария Львова-Белова, рассуждающая о похищенных украинских детях, как о модных аксессуарах, которые подбирают под цвет сумочки. И ничего же у нее нигде не щелкает. Теперь вот Гундяев. Число россиян у него по мановению волшебной палочки пойдет в рост. Дамблдонтехеров. Население он выращивает. Мало ему козлоу-людишек, надо больше. И это представитель церкви, путаясь и в рясе, вперед всех бежит восхвалять войну и упиваться кровавыми ужасами. Церковь эта, надо сказать, изгнала из своих рядов каждого, для кого человеческая жизнь была не пустым звуком. А ее патриарх, который недавно рассказывал прихожанам о пользе ядерной войны, теперь рассуждают о приросте людской массы посредством физического ее размножения. Фу! Дискуссию о допустимости искусственного прерывания беременности закрыла советская власть более века назад, первой в мире легализовав аборты. Это случилось в 1920 году, за два года до рождения СССР. Прабабушки нынешних россиянок уже имели право на аборт. С ходом времени аборт стал ординарной медицинской процедурой, совсем не полезной, но достаточно безопасной. Мало за что можно сказать спасибо советской власти, но за то, что она разрубила топором некоторые общественные дискуссии, вполне можно. Работа для женщин, светское школьное образование и право женщин на аборт, то, что в западных обществах медленно и постепенно достигалось весь 20 век, мы просто унаследовали. Возникает закономерный вопрос. Так какого хрена все эти бессмысленные деграданты хором доколебались до людей? Ответ очень простой. Российское начальство, в широком смысле, настоящие иностранные агенты. Они очень хотят играть в консерватизм, но консервироваться им не в чем. За прошлый век у нас сменилось три страны, и каждая начинала с отрицания предыдущей. Теперь корни, к которым якобы хотят вернуться высшие российские долбоебы, висят в воздухе между святым причастием и пионерской клятвой. Сами они не верят ни в бога, ни в черта, поэтому тупо пересказывают программу консервативного крыла республиканской партии силами комсомольской самодеятельности. Это чистый импорт чужой дискуссии, чуждых западных ценностей, которые, как бананы в Якутске, не могут здесь расти. Им не на чем. Реклама. Помните то время, когда вы знали лишь одно нормальное кафе в получасе ходьбы от дома? Пять магазинов и один тренажерный зал. Теперь же рестораны в одном районе исчисляются десятками. Магазины на каждом шагу, а залов по штуке на квартал. Все эти бизнесы конкурируют между собой. Теперь недостаточно предоставить хороший сервис. Нужно продвигать соцсети, создавать интересный контент, изучать своих конкурентов. Для этого бизнесу необходимы интернет-маркетологи. Обучиться этой профессии вы можете на онлайн-курсе интернет-маркетолог от Академии маркетинга МАЕД и получить диплом от Нидерландского института маркетинга. Диплом этот признается в странах Евросоюза, так что если вы хотите стать специалистом без границ и быть востребованным как в России, так и за рубежом, присмотритесь к Академии МАЕД. Академия обучает студентов делать тот русский интернет-маркетинг, который ценится во всем мире. Плюс к этому вы получите международную квалификацию, которая имеет высокий статус в мировом профессиональном сообществе. Главный автор курса – известный российский маркетолог Андрей Гавриков. На курсе вы не просто научитесь формировать УТП и работать с Google Analytics или рекламой во ВКонтакте, но и поймете, как использовать нейросети для создания рекламных компаний и креатив. Любая теория подкрепляется практикой. У вас будут реальные проекты, либо от партнеров Академии, либо ваш собственный кейс. При этом обучение подойдет как для новичков, так и для действующих маркетологов, а еще для предпринимателей, которые хотят вырасти свой бизнес самостоятельно. Если вы подумываете сменить профессию, то сейчас самое время, потому что в МАЕД уже началась главная распродажа года – скидка на курс 50%. Оставляйте заявку по ссылке в описании или по этому QR-коду. По промокоду КАЦ вы получите подарки. Курс «Новая жизнь без страхов» и коучей. И личные консультации от карьерного эксперта и директора по маркетингу. Так вот, дискуссия об абортах – это совершенно не российская тема. Эта дискуссия очень американская. Аборты – одна из пяти главных тем, которые делят американское общество пополам. По отношению к ней можно почти со стопроцентной точностью понять, за кого человек будет голосовать – за республиканцев или за демократ. На любых выборах, начиная со школьного округа и заканчивая овальным кабинетом. Этот вопрос реально меняет отношение избирателей к кандидату. Они могут поддерживать 99 из 100 пунктов программы, в том числе жизненно важные вопросы вроде налогов, медстраховок. Но если не совпадут в отношении к абортам, то голосов их к кандидату не видать никогда. А все потому, что США – очень религиозная страна. Американские церкви, хоть католические, хоть движение святых последних дней, то бишь мормоны, это очень мощные, богатые и влиятельные политические акторы. К их мнению прислушиваются избиратели. У них есть свои лоббисты. В каждом органе власти сидят люди, которых еще младенцами принесли в церковь, и спустя 40 лет они каждое воскресенье ходят в ту же церковь. И к тому же священнику. А еще есть бизнесмены, актеры, певцы, телеведущие и прочие лидеры мнений, для которых своя церковная община как семья, и мнение этой семьи для них крайне важно. Американское государство не занимается строительством храмов, не отгружает бабло за содержание могучего церковного аппарата. Если в городке стоит церковь, значит ее содержат прихожане. И священник живет за счет прихожан, за счет общины. Священник – важный и уважаемый человек в местном комьюнити. Его суждения имеют вес, в том числе и по политическим вопросам. Вы обращали внимание, что в американских ситкомах и мультсериалах часто обыгрываются библейские сюжеты? В репертуаре почти каждого американского комика имеются шутки об исходе евреев из Египта или о волхвах, идущих с дарами к новорожденному Христу. Почему у нас такое не практикуется? Почему в нашей культуре шутки о религии исключительно об обнаглевших попах на Бентли? Потому что в нашей стране никто просто не поймет, что к чему. У нас Библию мало кто в руках держал. Какой горящий куст? Какая сранча? Где тут должно быть ха-ха? В этом фундаментальная разница между двумя мирами. В Израиле, например, легко понять, какую роль в жизни людей может играть религия, и какими значимыми могут быть дискуссии на религиозные темы. Я как раз там провел детство и видел людей, которые с вечера пятницы по вечер субботы не будут работать ни при каких обстоятельствах, за исключением случаев, важных для жизни людей. Обещаем 10 окладов, угрожая увольнением, не будут и все. Им реально важно, например, кем, из чего и как готовилась еда, как правильно мыть посуду. Для них дотошное соблюдение подробных правил, регламентирующих весь образ жизни, это и есть образ жизни. Но насколько все это очевидно израильтянину, настолько же невообразимо для жителя России. Россия не просто секулярная страна, она антирелигиозная сверх всякого предела. 70 лет советской власти наглухо разорвали преемственность традиций, похоронили под собой всю религиозную дискуссию. Да, в США Иисус – это действующий политический актор. С ним придется выстраивать отношения, если хочешь сделать карьеру и получить общественную поддержку. В России же все наоборот. Ни для кого не секрет, что посещаемость православных церквей в Москве даже в дни самых больших праздников, Разрестства и Пасхи, составляет около 2% от городского населения. А любые инициативы по распространению влияния РПЦ от школьных уроков до массового строительства храмов встречают активное сопротивление, какого не наблюдалось, казалось бы, по более важным поводам. Реальное паство РПЦ – прихожане, живущие церковной жизнью, для которых слово «патриарха» имеет какой-то вес – очень невелика. Если бы на свободных выборах кандидаты в Думу от РПЦ взяли бы несколько одномандатных кругов в сельских районах юга России, это был бы уже гигантский успех. Чтобы все понять про РПЦ, достаточно посмотреть на храмы, которые они строят. Это не жители какого-то района скинулись и воздвигали себе скромную церковь, место, где собираются общины. Нет, современный храм РПЦ – это несколько тысяч квадратных метров железобетона, построенных либо на государственные, либо на олигархические деньги. Там одни счета за отопление такие, что никакая община не потянет. Смотришь на этот храм, и сразу понятно – православная церковь в России никакой не общественный институт, а государственное учреждение, которое содержится и развивается как государственное учреждение. Почему же организация, имеющая столь смехотворное общественное влияние, так успешно продает себя государству? Почему она получает от государства что угодно – и бесконечные бюджеты, и возможность успешно проталкивать свои интересы? Как ей удается навязывать государству свою повестку и даже превращать ее в законы? Ответ прост. Вся власть в России находится в руках никаких не религиозных фанатиков, а просто насквозь советских людей, точнее, советской номенклатуры, которая и действует в логике советской бюрократии. Патриарх Кирилл и Русская Православная Церковь – это не священник и религиозный институт. Это министр и министерство того, что они считают консерватизмом. Комитет государственных традиционных ценностей там у них. Вера российского начальства во влиятельность РПЦ обходится безо всякого бога в любом его воплощении. Вера начальства в РПЦ – это вера в бумажку. РПЦ назначена главной по богу, у ее сотрудников есть соответствующая униформа, для них строятся специализированные учреждения. Если у начальства стоит задача где-то отыскать и навязать ценности и традиции, если под выборы или кризис нужно запудрить публике мозги какой-то перпендикулярной совершенной дискуссии, объяснить ей, почему нынешнее положение вещей нужно продлить в вечность, если нужно хоть что-то из перечисленного, есть для этого специализированные учреждения со своим вечным набором сюжетов, типа там регулирования семейной жизни, борьбы с ЛГБТ, с законом о домашнем насилии и с абортами. Насколько эта организация реально влиятельна, насколько слова патриарха откликаются в сердце общества, насколько общество вообще озабочено этой псевдорелигиозной проблематикой, этот вопрос волновал бы демократию. Или автократию на том этапе жизни, когда она еще не оторвалась от земли окончательно, когда она еще помнит, как в последний раз выглядела действительность. Не важно, что ставка на РПЦ, как на источник общественной поддержки, не сработала ни разу, хотя эту тему отчаянно мурыжет как минимум с 2012 года. Не важно, что любая попытка порадовать граждан переделкой музея в храм или постройкой храма на месте сквера всякий раз оборачивалась всплеском негодования. В равной степени не важно, что и для самого начальства общественная религиозность стала бы страшным сном. Они же вполне демонстративные нехристи, не особо скрывающие до предела развратный образ жизни, со вторыми семьями, и детьми от любовниц при живых женах. Причем это для них социальная норма. Просто у РПЦ такая государственная функция наскребать по сусекам какой-то традиционной легитимности, пытаться внушить обществу дискуссию из параллельного мира. Что РПЦ с этим делом очень плохо справляется, это да, у верблюда шея кривая. Но с другой стороны, а что у него прямое, у верблюда-то? Что в этой системе так уж хорошо работает? ФСБ вон тоже 8 лет наводняло Украину сетью спящих агентов. Но наводняло только бассейны в личных дубайских апартаментах. Не в репрессиях, но именно в этом главная беда автократий, особенно автократий пожилых. Из-за отсутствия выборной конкуренции, свободных СМИ, здоровой политической дискуссии, политику государства могут определять нереально значимые общественные группы, не выразители массового запроса, а абсолютно никому не нужные, ничем не важные и в целом никчемные олухи, просто попавшие на нужное место системы и просто оказавшиеся у нужных ушей. У этих ушей нет никакой альтернативной информации. Они слышат только тех, кто рядом. Без выборов им, в общем-то, и не нужно слышать общество. Ведь у него нет инструментов реального влияния. В такой ситуации самые маргинальные, самые статистически ничтожные группы в своей борьбе за бюджеты и административный ресурс начинают определять государственную политику. Их фантазии начинают портить людям жизнь. Их фантазии, в случае ограничения на аборты и взлета абортов подпольных, как неизбежного последствия, начинают убивать людей. Только конкуренция за власть и ротация этой власти могут обеспечить стране базовую безопасность. Просто такое положение вещей, где маргинальное меньшинство не сможет гробить жизни большинства. Перед тем, как сегодня закончим, два небольших объявления. Во-первых, вы можете поддержать наш канал небольшим регулярным пожертвованием. Или единоразовым. Это можно сделать по ссылке в описании на Патреоне или Бусти, или через Крипту. Во-вторых, у нас сейчас проходят живые выступления. Это довольно интересный такой ивент с небольшой театральной частью. Потом мы ролик записываем на завтра прямо в театре. И дальше я отвечаю на вопросы. На этой неделе мы будем на Кипре. Также в этом месяце мы будем в Амстердаме и Вене. Ну и в других городах. Париж, Рига, еще некоторые города тоже будем. По ссылке в описании можно купить билет. До завтра. Приглашаем вас на живые выступления Максима Каца. Вы сможете увидеть закулисную жизнь канала и запись ежедневного ролика. А во время общения с залом сможете задать свой вопрос Максиму. Лимассол, Амстердам, Вена, Тель-Авив, Цюрих, Париж, Рига и Милан. Билеты на сайте maximkatz.com Продолжение следует...